Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Прямая линия» с губернатором Ненецкого округа Игорем Кошиным и я, ее ведущая, Мария Владимирова. О приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. Сегодня мы поговорим о том, что действительно волнует жителей Ненецкого округа. Добрый день, Игорь Викторович. Мария, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, мы договаривались, что с сентября, начав новый сезон, так называемый, мы договаривались о том, что мы будем наши встречи более регулярными, интервалы, конечно, резко сократим, поэтому вот мы… В прошлый раз мы с вами общались в сентябре, вот сейчас октябрь, начало октября, и я рад, что у меня есть такая возможность пообщаться в прямом эфире с нашими радиослушателями. Мы тоже рады этой возможности, и я скажу, что мы работаем в прямом эфире. Телефонные звонки принимаются по номерам 2, 102 и 5 и 4, 56, 41. Сразу две линии работают для того, чтобы возможность была у каждого жителя дозвониться со своими проблемами и вопросами. В течение часа вы сможете получить ответы на вопросы, которые поступят в ходе этой прямой линии. Сразу поясню, что ни один вопрос заранее не принимался, все происходит здесь сейчас в режиме реального времени. Также следить за ходом прямой линии можно на сайте trksever.ru, на странице «Север-ФМ», где доступно онлайн-вещание радио. Игорь Викторович, пока мы дожидаемся вопросов от наших радиослушателей, я вам задам свой вопрос. Совершенно недавно вы принимали участие в Сочи в инвестиционном форуме, где встречались с премьер-министрами и членами правительства. Какие задачи ставит федеральная власть и будут ли помогать регионам? Ну, кроме того, мы подписали соглашение с компанией «Лукойл» о дополнительных платежах на социально-экономическое развитие. А самое важное, что прозвучало в Сочи, это то, что сегодня правительство переходит, меняет формат своей работы и переходит на проектную работу. Создаются проектные офисы, и работа строится на конкретике, а не просто поручение, и пошло-поехало там. Поручение, каждый потом отписывается, почему он это поручение выплатить не может. Ну, на примеру, очень простой пример. Вот мы вчера, я собрал всех ответственных лиц, мы выехали, посмотрели на государственный приют, мы посмотрели частный приют. Вот сейчас до конца недели, начальник Ануфорович, как профильный заместитель, собирает проектный офис, ребята прописывают алгоритмы, конечную цель, что мы хотим увидеть в конце, и чёткий срок выполнения. И каждый ответственный будет понимать, что он должен сделать. Важна конечная цель. И промежутки планирования полгода, год, полтора года. Так же будет понятно, вообще для чего мы работаем. Важен не процесс же ради процесса, а важен конкретный результат. Ну, это если вкратце, учитывая, что у нас первый звонок. Да, есть первый звонок, мы продолжим потом тему. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр. И какой ваш вопрос? По поводу работы. Что конкретно интересует вас по поводу работы? Трудостоество. Вы сформулируете как-то ваш вопрос, вот конкретно. С чем вы обращаетесь? Можно устроиться. Куда конкретно вы обращались, куда ходили? Везде. Везде резюме, резюме, резюме. Александр, во-первых, добрый день. По поводу того, что сложно устроиться, да, безусловно, устроиться сложно, поэтому необходимо иметь определенную компетенцию. Вы в Центре занятости обращались? Да. Вам предложены какие-то специальности на выбор? Места по трудоустройству? Отучились мы на электрика. Я говорю, вам предложены места для вашего трудоустройства? Нет. Нет. Ваша фамилия? Орлов. Контактный телефон. 8-9-1-1-8-7-8-0-6-9-2. Да. Хорошо. Значит, Александр, давайте следующим. После эфира с вами свяжутся, и вам предложат место для работы. Но устроит вас это либо не устроит, это второй вопрос. Хорошо? Согласны? Да. Спасибо вам большое, Александр, за вопросы. 2-102-5 и 4-56-41, две телефонные линии, которые работают в прямом эфире. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Пока есть возможность, Игорь Викторович, давайте продолжим. Что касается рынка труда, я бы все-таки хотел немножко более подробно на эту тему поговорить. Смотрите, у нас уникальная вещь. У нас порядка 519 на сегодняшний день официальных безработных и порядка 580-590 вакансий. Понятно, что там есть вакансии, связанные с узким профилем, это так называемые врачебные вакансии, но есть и многие другие. И я до сих пор пытаюсь разобраться, почему у нас эти вакансии не заняты, которые предоставляются. Отчасти есть нежелание работодателей брать каких-либо специалистов, но отчасти есть и нежелание желающих получить работу, устроиться по той либо иной специальности. Поэтому вот этот баланс нам очень сложно свести, но на сегодняшний день вакансии есть, и вакансии реальны. Второй вопрос, что люди могут не устраивать условия для труда, но у нас на сегодняшний день, ну вот простой опять же пример, мы провели на прошлой неделе выездное заседание в НИСИ, мы общались с рыбаками, ну и как раз по пути у нас удалось, мы были в Нижний Пёш. Там строится замечательный объект школы. Да, там есть свои вопросы, но факт в том, 33 человека работают на объекте. С трёх раз угадайте, сколько там жителей округа. Три, три жителя округа, 30 привезённых специалистов с Архангельской области, с других регионов, причём там не супер какой-то квалифицированный труд. Обычная, да, тяжёлая, обычная работа, за которую платятся деньги. Тем не менее, желающих нет. Тут же возникает вопрос, почему вместо трёх котельных делают одну котельную, значит, соответственно, не будет рабочих мест в виде кочегаров, значит, почему нет рабочих мест? Вот есть рабочие места. Нет желаниями воспользоваться. Это проблема. По Александру мы посмотрим, что можно сделать в режиме реального времени. Ещё хочу сказать следующий вопрос. Вот с начала года мы получили порядка 200 вакансий у нефтяников и у их подрядчиков. Трудоустроено порядка 60 человек. Это тоже цифра, это тоже факт. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Так, что-то сорвался звонок. 2,102,5 и 4,56,41. Дозванивайтесь. Возможности есть, две линии работают, так что звоните и задавайте ваши вопросы. Игорь Викторович, я бы хотела всё-таки вернуться к форуму, который прошёл в Сочи. Давайте поподробнее ещё поговорим о нём. Всё-таки важное решение в экономических условиях современных принимательств. Решение принято несколько. Во-первых, будет изменена система помощи регионам из федерального бюджета. Пересчитаны критерии, и, соответственно, система распределения дотаций из федерального бюджета на выравнивание, она будет изменена. Отчасти это плюс, отчасти минус. Принято решение по укрепнению тех или иных видов субсидий, потому что у нас, допустим, даже по сельскому хозяйству мы получали несколько видов субсидий, по каждому подписывалось отдельное соглашение. Ну, я понимаю, что людей это меньше всего сегодня это волнует. Вот эти субсидии будут укрепнённые. Но самое важное, и мы коснулись уже этой тематики, о том, что правительство переходит на проектную работу. Задача – получить в итоге конкретную цель, конкретный объект, конкретные квадратные метры, конкретные километры дорог, конкретные здания, конкретное благоустройство территории, городская среда, то есть, на конкретику. Задача в этом. И сегодня мы эту работу уже начали, и, конечно же, мы её будем продолжать. То есть, мы готовы к такому переходу на такой принцип? Да, мы не то, что готовы. Мы, собственно говоря, из-за этого в своё время и сделали тот же пресловутый 95-й закон и переспределили все эти полномочия, чтобы иметь чётко ответственных за то либо иное мероприятие, понимаете? Потому что очень часто на стыке полномочий у нас всё время начинался такой чиновничий футбол. Вот эти вещи мы, конечно, будем пересекать на корню. Понятно, что это не нравится, но а что делать? Население волнует очень простая вещь. Когда будет тротуар, когда будет дорога, почему вода сегодня не горячая, а вода сегодня холодная, почему вода жёлтая, почему вода нечистая, почему автобус ходит по расписанию, либо не по расписанию. То есть, простые вещи, которые должны быть. О качестве жизни мы ещё поговорим. Пока принимаем телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. И я бы хотела задать такой вопрос. Вот я слышала, я работаю в бюджетной организации, и вот такой у нас как бы идёт слух, что мы получаем 80% климатические и хотят снизить до 50%. Правда это или неправда? А в бюджетной организации, если не секрет, какого уровня? Регионального, муниципального, федерального? Я работаю здесь в вискателе, в детском садике, гнёздышко. Ну, то есть, это организация окружного уровня. Окружного уровня. Смотрите, у нас на сегодняшний день ситуация в следующем. Окружные все получают 80%, по федеральным у нас получается некоторые получают 50%, ну, потому что они руководятся своими, в принципе. Вот мы ничего планировать, менять не собираемся. Я вам больше скажу, у нас даже не обсуждался нигде изменение вот этих северных районных климатических коэффициентов, поэтому для меня это новость, но буду знать. Что такой слух. Что такой слух. Дело в том, что для нас любое понижение в зарплате, это очень существенно. Я понимаю, прекрасно. Не хотелось бы, чтобы у нас понижали или чего-то вообще снимали проценты. Ольга, Ольга, мы должны с вами понимать следующую вещь о том, что работники детских садов – это одна из указных позиций майских указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И на сегодняшний день по данной позиции у нас есть проблемы, связанные с компетенцией, с квалификацией воспитателей. И вот мы, ну, по крайней мере, департамент мне докладывал, что сейчас проводит работу о повышении этой компетенции. Что касается коэффициентов, то, ну, уверяю вас, никто никаких коэффициентов отменять там ничто не будет. Ой, спасибо. Второй вопрос, что там, где у нас были совмещения, возможно, что вот эти вот совмещения прекратятся, это вполне возможно, но никто никакие проценты ни у кого снимать не будет. Спасибо большое, Ольга, за звонок, да, успокойте там своих коллег. Спасибо, до свидания. 22,5 наш телефон, и 4-56-41, звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Игорь Викторович, сейчас очень активно и в правительстве, и в Государственной Думе обсуждается бюджет на ближайшую трехлетку, бюджет страны Российской Федерации, и в пятницу президент Владимир Путин заявил о том, что принцип адресности и нуждаемости в бюджете 2017 года должны сохраниться, вот каким будет бюджет Ненецкого округа на 2017 год? Понятно, что работа уже начата. Ну, более того, она начата уже давно, безусловно, бюджет 2017 и последующих годов будет сложным и напряженным, потому что мы не видим резкого отскока цен на углеводороды, то есть на нефть. Повторюсь, бюджет будет очень сложный, но в любом случае мы живем в Ненецко-автономном округе, и он будет социальным. Почему он будет социальным? Потому что 4 пятых расходов окружного бюджета, это даже чуть больше, это непосредственно образование, это здравоохранение, это социальная защита, это компенсации на тепло, на свет, транспортные компенсации, то есть вся эта сфера ЖКХ, и расходы на гос- и муниципальное управление. И небольшая малая часть на жилищное строительство, на подготовку территории под строительство, содержание автомобильных дорог и так далее, потому что мы еще находимся в 600-м указе президента, мы должны продолжать сносить ветхое аварийное жилье, и жилищную проблему мы будем решать, как бы сложно нам это бы не приходилось. Поэтому бюджет в любом случае социальный. Та часть, которую мы продолжаем вкладывать в наши предприятия агропромышленного комплекса, вот мы сейчас очень детально, профильный репортамент очень детально отрабатывает, какие меры мы можем сохранить, какие мы будем пересматривать и куда мы будем двигаться дальше. То есть, развитие – это только в части предприятий, все остальное социальное, поэтому бюджет социальный. Но бюджеты сегодня у всех территорий очень сложные. И, безусловно, в первую очередь принципы адресности. Вы знаете, когда мне периодически говорят, что кто-то на очень дорогих иномарках приезжает, получает ежемесячно какое-то пособие на ребёнка, ну, наверное, это не очень правильно. Но кто действительно нуждается, у кого нет возможности, а мы первым вопросом касались проблематики трудоустройства, у кого нет возможности и нет высокооплачиваемого рабочего места, конечно, бюджет должен помогать. Но я хочу, опять же, сделать акцент на том, что основная обязанность по воспитанию детей, она принадлежит, конечно же, родителям. Государство должно помогать и создавать возможности в виде детских садов, в виде школ, в виде другой помощи, связанной с содержанием ребёнка. Поэтому бюджет, а, сложный, б, конечно же, социальный. Безусловно. Абсолютно с вами согласна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я сыскатель, Варвара Григорьевна, 75 лет, я пенсионерка. Я вот хочу, я говорю, Виталию Викторовичу, задать вопрос. Почему в искателях у нас нету для детей развлечений? Я имею в виду дом штуры. Мне 75 лет, я не могу, мама работает с утра до вечера, до шести. Я ребёнка не могу никуда не повезти, ни в клуб, на танцы, ни игры, нигде, ничего. А что в искателях в этой конторе? Там, если бы вы видели, уголочек небольшой, а детки хотят танцевать, веселиться. И мы, старики, тоже хотим в кино пойти посмотреть, концерт. Хорошо, спасибо. Варвара Григорьевна, добрый день. Добрый день, Игорь Викторович. Очень правильный вопрос. Ну, давайте начнём с последнего, с кино. Ну, вот, если не ошибаюсь, кинотеатр был в посёлке Искателей, закрылся ввиду своей нерентабельности. Это первое. Второе. По детскому центру и по Дому культуры. Действительно, в посёлке Искатели, Дом культуры, на сегодняшний день старое здание невозможно к эксплуатации, к моему большому сожалению. Поэтому то приспособленное здание, которое сегодня есть, туда перевели. А кому не приспособлено, вы понимаете? Значит, Варвара Григорьевна, мы сейчас можем с вами вступить в диалог, а можем всё-таки друг другу послушать. А не хочу я с вами ругаться. А зачем нам ругаться? Диалог не есть ругаться. Варвара Григорьевна. Значит, на сегодняшний день... В то время, когда выросли, рядом возле вас был Дом культуры. А вот нашим деткам, я уже 35 лет тут живу, знаю вас хорошо, и ваших родителей. А вот я не могу свою правлочку повезти, чтобы она последняя на мультик. Варвара Григорьевна, а вы послушайте, что вам сейчас Игорь Викторович ответит, тогда, возможно, у вас какие-то вопросы отпадут сами собой. Вы просто послушайте. Пожалуйста. Варвара Григорьевна, можно? Можно, можно. Значит, что касается Дома культуры, действительно, это очень большая проблема. Значит, что касается проведения времени, во-первых, в посёлке Искатели есть школа искусств, которая, кстати, когда я учился, она была в Доме культуры, тоже отдельно стоящего такого красивого здания не было, ну, не суть. Значит, есть спортивная школа, непосредственно в школе есть кружки. Что касается Дома культуры, у нас в посёлке Искатели на сегодняшний день как минимум три большие проблемы. Первое – это здания школы. И что касается приоритетов, вот в первую очередь будем заниматься строительством школьного здания, потому что сегодня это одна из самых крупных школ в округе. Каждый год количество первоклассников у нас увеличивается. Ну, и, конечно, в том здании очень сложно то здание эксплуатировать, там уже физически не помещаемся. Это первый приоритет. Значит, второе, что необходимо сделать в посёлке Искатели, вы знаете, это тоже лучше меня, это Дом культуры. Третье, что необходимо сделать, вы знаете, в своё время руководство Заполярного района заказало и строит очистные сооружения в посёлке Искатели. Но при этом на сегодняшний день большой вопрос по сетям. Сетей нет вообще в Септике. Поэтому вот ещё приоритет в посёлке Искатели мы должны сделать канализационные сети для водоотведения, с тем, чтобы очистные сооружения у нас заработали по полной программе. Это вот приоритеты посёлка Искатели. Значит, чтобы мы понимали по денежным суммам, школа плюс-минус, вот плюс-минус, миллиард 300, миллиард 400 по стоимости, Дом культуры в районе полумиллиарда, ну, это так, тоже вот я вам ориентировочно... Грубо, да, да. Да, грубо. Значит, по сетям, значит, могу ошибаться, миллиард 100, миллиард 200, что-то вот в этом духе вышли из экспертизы. Это вот предстоящие те расходы, это я не беру ещё продолжение сноса ветхого аварийного жилья, я не беру дороги, значит, кстати, там на угольной с помощью федеральных средств сейчас будет, строится будет автомобильная дорога. Вот посёлок Искатели. Вот мы с вами сейчас уже насчитали в районе, ну, давайте так, школа, грубо, там, миллиард 400, полмиллиарда Дом культуры. 4 миллиарда, миллиарда, да, да, 4 миллиарда рублей. А что, вы брали кредиты, это, брали кредиты? Ну, конечно, брали, а как бы платили заработную плату? Брали кредиты, да. Так вот, интересно, вы извините, конечно... Давайте, давайте, конечно, вороги говорят. Я думаю, что если вам интересно, значит, нашим жителям... Да, вот были Баринов, Бутов, Фёдоров, что-то они брали вовремя зарплаты, хоть маленькие, но всё равно получали, да, вот. А сейчас и кредиты берёте, и мы сидим на бабах. А что значит на бабах? Вы сейчас зарплату не получаете? Ну, почему я пенсию получаю? Я заработала, 35 лет я работала. А кто зарплату не получает, скажите мне? Я не знаю, кто не получает. Я зараз не работаю. Я только в июне бросила работать. Значит, Варвара Григорьевна, объясняю вам, почему мы были вынуждены взять кредиты. Есть утверждённый бюджет. Значит, цены со 100 долларов упали до 35. У нас треть наших доходов выпала из бюджета. Треть наших доходов – это содержание школ, детских садов, это здравоохранение, это субсидии на ЖКХ, транспортные субсидии, содержание дорог, и пошло-поехало. Вот мы за два года были вынуждены, чтобы частично эти средства возместить, были вынуждены взять кредиты. На выплату с зарплатой платы. Мы вынуждены разворачивали всё на свете. Нашим людям негде работать. Вот как люди могут жить? Кредиты брали, ипотеку набирали. Всё разворотили, всё раскручивали. А что раскрутили, что разворотили скорее? Ну как, Ленин Раско, Ленин Раско, у меня родственник работал в Ленин Раско. Всё, там журнале остались люди. А люди ипотеки брали, кредиты. Вы имеете в виду Наримар сейсморазведку? Да, да. А в чём там проблема, знаете, нет? Ну откуда я знаю? Мне не знать. Мне просто вот родственник работал, там он ушёл, потому что вот сократили. Значит, Наримар сейсморазведка – это сервисная компания, которая работает на недропользователей в Тундре. Если есть объёмы сейсморазведочных работ, то сейсморазведка работает, она штаты увеличивает. Если этих работы, значит, если этой работы нет, то, соответственно, объём работы сейсморазведки сжимается. Вот и вся история. Спасибо большое вам, Варвара Григорьевна. Спасибо вам большое, Игорь Викторович. Дай Бог вам здоровья. Ещё раз вам сказать, выдвинут люди. Спасибо. Спасибо большое. Значит, на самом деле, да, вот очень правильные вопросы задаёт и Варвара Григорьевна, и задаёт люди. И очень важно, почему мы сейчас изменили интервал наших прямых эфиров, чтобы была возможность из первых уст получить стопроцентную информацию. Потому что на сегодняшний день у нас, знаете, как слухи ширятся, не ведая преград. Пошла речь о задержке зарплаты, кто-то коэффициенты у кого-то, что-то отнимается. У зарплаты, если и будет снижаться, то она будет снижаться, в первую очередь, у чиновников, у администрации Нинско-автономного округа. Поэтому на сегодняшний день мы с вами регулярно встречаемся на радио. Поэтому сегодня введу колонку в газете «Нарьяна Виндер». Значит, постоянное общение через контакт. Вот что касается всех цифр и всё, что касается наших бюджетных показателей, еженедельно на планёрке заместитель по финансам, по экономике и финансам Татьяна Павловна Логвиненко предоставляет все цифры, куда идут наши доходы и из чего состоят наши расходы. И почему мы вынуждены этот дефицит перекрывать кредитными ресурсами. Если говорить про 2004-2005 год, бюджет округа был 4 миллиарда рублей, сегодня он по расходам 19 миллиардов рублей. Вот и вся жизнь. Другого, к сожалению, здесь нет. Зарплата в 2004 году была 10 тысяч рублей, сегодня зарплата совершенно другая. Если взять, опять же, 2005 год, весь бюджет был порядка 5 миллиардов рублей, то сегодня мы на образование, спорт и культуру тратим гораздо большую сумму, нежели 5 миллиардов рублей. На здравоохранение и соцзащиту мы сегодня тратим 4,5 миллиарда рублей. И это тоже факт. Поэтому здесь я тоже ещё, пользуясь случаем, прошу ещё средства массовой информации тоже давать более подробные цифры, чтобы у людей было понимание, что происходит в округе, из чего состоят доходы округа, из чего состоят расходы округа. Потому что мы говорим про открытый бюджет, мы публикуем все эти данные. Берите комментарии у чиновников, берите комментарии у специалистов, пусть рассказывают, что происходит на сегодняшний день. На сегодняшний день в условиях дефицита окружного бюджета мы умудряемся впервые за не один десяток лет обновить воздушные суда в нашем авиаотряде. Вот 30 сентября был юбилей, вот 30 сентября наши авиаторы пригнали новый вертолёт. Это же здорово. С 14 числа вот сегодня Валерий Евгеньевич Ростопчук, генеральный директор авиаотряда, докладывал, что с 14 числа он уже полетит и начнёт работать. Понимаете, мы были в НИСИ, прилетает самолёт ТВС-2МС. Он летит быстрее, комфортнее, спрашиваю жителей, лучше самолёт, хуже, значит, изменилось что-то. Он говорит, впервые из самолёта выходят люди без пакетиков, понимаете, вот это же важно. Мы забрали в собственность Нинскоавтономного округа Наримарский торговый порт. Вы все видите, в каком состоянии он на сегодняшний день находится. Приводим его потихонечку в порядок, сложно, на это требуются огромные финансовые ресурсы, понимаете. Но если вся наша материально-техническая база рухнула, понимаете, если Дом культуры в посёлке Искатель имели по 2-3 миллиарда, имели денег на счетах, мы не могли построить Дом культуры в посёлке Искатель. Понимаете, вместо этого строили объекты, которые стоят сотни миллионов рублей на количество учеников в 2-3 раза превышающие потребности. Если мы строим очистные сооружения, но при этом забываем построить сети. Хотя второкласснику, понятно, изначально необходимо строить сети, а дальше уже очистные сооружения, ну и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы построили свой домостроительный комбинат. Да, у нас жилищная проблема очень сложная, и для её решения нам необходимо иметь круглогодичный цикл для строительства. Да, на сегодняшний день у нас есть свой домостроительный комбинат. В следующем году, в конце года, я надеюсь, мы с его помощью уже возведём жилые дома. Уже сегодня его продукция востребована на строительство детского садика, есть заказ на сваи под школу, которую строим в районе авиаторов, понимаете? Мы школу посёлка Искателя уже будем корректировать проектно-смертную документацию с тем, чтобы загрузить возможности нашего завода, понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что нет работы, да желание не всегда у нас возникает приходить и работать. На завод ждут людей, обучают, и хорошо там сегодня уже сформировалась такая плотная команда, плотная бригада. Поэтому, да, нам сложно, понимаете? Полномочия с области вернулись, впервые за многие годы мы проиндексировали меры соцподдержки. Понимаете, в чём суть? Поэтому, да, это очень сложный процесс. Одно время, когда мы жили при цене 100 долларов за баррель, сегодня мы живём при других ценах за баррель. Среднегодовая сегодня, слава богу, хоть 40 уже стало, понимаете? В этом весь вопрос. А нам всё время кажется, что будет с неба всё время падать, 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 падать. Давайте задумаемся об одном. Государство для нас предоставляет образование, здравоохранение, дороги, транспортная составляющая, жильё, что мы для государства. Да, мы платим налог на доходы. Да, мы, получив то или иное образование, мы занимаем то либо иное рабочее место. Давайте будем созидать. Мы сегодня с нуля создали инфраструктуру для развития малого бизнеса. Да, у нас сегодня увеличивается количество предпринимателей, безусловно, это положительные моменты. С теми же рыбаками мы общались, задача-то не делать из них браконьеров. Есть механизмы, есть способы, но есть ещё и много проблем. Вот давайте мы об этом чуть позже. У нас есть телефонный звонок, и, кстати, воспользуюсь правом ведущей Варваре Григорьевне и всем остальным радиослушателям скажу, что каждый понедельник на телеканале «Север» выходит программа «Новости экономики», где регулярно сотрудники Департамента финансов рассказывают о финансовой ситуации, как всё происходит, на что тратится. Так что смотрите и будьте всегда в курсе событий. А пока принимаем телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, сделайте, пожалуйста, потише радиоприёмник, потому что вы фоните в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос беспокоит. Какая судьба ждёт на Римарской АТП? А как вас зовут? Марина. Так, Марина, хороший вопрос, но, знаете, он такой из разряда риторических. Вот какая судьба ждёт на Римарской АТП? Ну, правильно, конечно же. Потому что мы сами там работаем, нас беспокоят, мы же все беспокоимся. Здесь коллектив, то руководство, которое наше. Потому что нас постоянно пугают пикетскими, автобусами же пригонят сюда. Кто с Москвы, приходится, что-то фотографирует автобус, кто-то приезжает. Ну, что там нас ожидает ещё? Зарплата вообще понизилась. Расписание безобразное администрация поставила, что нам ничего не удостоверяется. Помним, сколько у нас было расписание. Значит, Марина, вот давайте так. Первое. Автотранспортное предприятие является муниципальным. Муниципальным. У предприятия есть директор, есть учредитель в лице городской администрации. На сегодняшний день администрация округа субсидирует межмуниципальные маршруты, связанные между городом и посёлком Искателем. Буквально вчера мы рассматривали текущее финансирование. Там в районе 8 миллионов, там 8 с чем-то, будут разыграны на... Ну, в общем, в конечном итоге их получит АТП за компенсацию тарифа. Поэтому, что касается перспективы развития предприятия, это вопрос к директору и вопрос к руководству городской администрации. Я ответил на ваш вопрос, Марина? Нет, я думаю, что нашему руководству не дают просто-напросто работать, как положено. А что значит не дают работать? Зажимают. А что значит зажимают? Подождите, а вот давайте мы этот термин немножко с вами расшифруем. Зажимают, а то что значит? Ну, почти в течение автобуса остались. У нас ничего нет. Была техника, очень много техники было. И в мусорке есть, и всё. Ну, всё же было. Так, а вся же эта техника перешла, опять же, куда? Ну, да, перешла. А что ж, нельзя было как-то, не знаю, поддерживать, всё-таки мы сыпали, и администрация просто не хочет работать? Или просто чтобы всё это было бы развалить? Наоборот, надо не разваливать, а поднимать предприятие. Я с вами согласен. Я с вами согласен, поэтому мы идём по пути слияния многих окруженных структур и многих окружных предприятий. Значит, спасибо за вопрос. Я письменно обращусь к мэру города с тем, чтобы предоставили. Ну, потому что городское предприятие, понимаете, Марин? Мы сейчас можем с вами очень долго дискутировать на эту тему, но у нас муниципальная власть в соответствии с Хартией о местном самоправлении является независимой. На сегодняшний день мы субсидируем межмуниципальные маршруты, значит, эти межмуниципальные маршруты выигрывает АТП. Мы эти деньги переводим вовремя и в срок. Поэтому в связи с вашим вопросом обращусь к Татьяне Васильевне Фёдоровне, с тем, чтобы она представила пути дальнейшего развития автотранспортного предприятия и через средства массовой информации доведут до всего коллектива. Договорились? Мы придётся, наверное, с ним звонить, чтобы приезжали в Наримановское АТП и общались с вами. Хорошо. Договорились, Марин? Договорились. Спасибо большое, это я сделаю обязательно. Спасибо вам большое, Марина, а мы в свою очередь потом расскажем. Есть ещё один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вопрос в чём? Вот вопрос и проблема. Неоднократно собираю своих руководителей, своих заместителей, и, как правило, прошу об одном. Объясняйте в организациях и в предприятиях, что происходит. Куда мы движемся, куда мы идём. Люди должны знать. Если тот либо иной вид деятельности идёт на какой-то там конкурентоспособный рынок, потому что для меня новость, кто-то с Москвы приезжал, что-то там фотографировал, ну, вот сейчас у Татьяны Васильевны уточню, люди должны знать в первую очередь. Люди должны быть готовы к изменениям, чтобы была возможность либо получить новую специальность, либо подыскать новое место работы. Вот это проблема Нинско-автономного округа. У нас уникальные почему-то порой чиновники, хотя порой это становится нарицательным. Люди очень много работают, поверьте мне. Я вижу, во сколько приходят, во сколько уходят многие наши руководители. Я вижу, во сколько уходят и приходят многие наши специалисты. Но есть и халтурщики. Есть и халтурщики, которые не доводят информацию, стараются играть в этот чиновничий наш футбол. Опять же, возвращаясь к тому же переспелению полномочий, одна из целей его была – это исключить. Поэтому исключаем потихонечку. Хочу вам сказать одну простую вещь. Очень сложно за короткий промежуток времени, находясь на отрицательных доходах, на падающих доходах, кардинально изменить. Но мы изменим. И сегодня у нас есть положительные сдвиги. Да, нам сегодня сложно. Да, нам сегодня сложно, так же, как сложно всей стране. Но я вас уверяю, мы понимаем, что мы делаем. Вместе с нашими жителями мы справимся. Давайте дальше. Спасибо большое. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ксения. У меня такой вопрос. Когда будет проложен тротуар по улице Авиаторов к Новым районам? Мамочки с колясками ходят прямо по проезжей части. Там освещения вообще никакого нет. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Вот этот вопрос передрисуйте в городскую администрацию, хорошо? Уже адресовали, обещали в 2016 году проезд, а когда будут делать, вообще ничего не ответили. Вот очень плохо. Вот так у нас работает наша с вами избранная власть. Давайте следующим образом попрошу Татьяну Васильевну озаботиться этим вопросом в первую очередь. Потому что, ну, если честно, по Авиаторов есть у нас определенные проблемы по детским площадкам. Сейчас вот я вмешиваюсь, там включаюсь. Есть проблема по части домам, по лифтам сейчас включаюсь. Да, не включили до сих пор. Да, знаю, знаю. Еще можно вопрос тогда еще по этому же поводу? Давайте. Новую дорогу открыли, а освещение до сих пор там не включили. Ужасно страшно ездить. Кто-нибудь выскочит вот так в темноте и не видно. Хорошо. Ну, нас сейчас слушает мой профильный заместитель по этим вопросам. Поэтому, я думаю, он включится сейчас автоматически. Я посмотрю, что там можно сделать. Хорошо, Ксения? Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо за вашу неравнодушную позицию. Спасибо вам большое. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Василий, и озвучьте, пожалуйста, ваш вопрос. Так, Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Это Сан-Лиминоз вас беспокоит. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вопрос. Когда вы сами лично посетите поселок? Ну, мне очень хочется сказать, что завтра, но завтра точно я к вам не приеду. Это точно. Ну, слушайте. А то приезжают постоянно ваши заместители, лично вы. Слушайте, ну, буду. Я же бывал неоднократно в Налиминозе. Если вы считаете, что там я ни разу не был, то вы глубоко ошибаетесь. Василий, буду обязательно. Мы говорили с Михаилом Семеновичем на эту тему. Как только он меня пригласит, так сразу и приеду. Буду, буду. Вообще-то с местными жителями вопросов тоже много. Хорошо. А какие вопросы, если не секрет? Так, ну, вот Куб. А что Куб? Вопрос. Ну, Куб сейчас у нас в спортзале находится. Ну, на сегодняшний день, да, у вас есть спортивное учреждение, и там же, значит, находится дом культуры. Например, груз, пассажиры, перевозки. Да. А что пассажиры, перевозки? Два раза в неделю ходит катер, который чуть ли не пять часов до города едет. А вам для этого нужно пригласить главу Заполярного района, и он вам подробно на эти темы ответит. Потому что пассажирские перевозки, это их сегодня компетенция. У нас есть компания Заполярного района, которая, кстати, очень качественно работает, по расписанию необходимо посмотреть с главой района, чтобы было поручение компаний, пересмотрели расписание, чтобы была загрузка. Поэтому это что касается транспортного расписания. Какие еще вопросы вас волнуют? Не знаю, например, безработица. И что безработица? Не знаю. А скажите, пожалуйста, а много местных жителей у вас было занято на строительство спортивного комплекса? Ни одного вроде бы. Все приезжие были. Серьезно? А почему? А на строительстве амбулаторий? Тоже все приезжие были. Тоже все приезжие были, да? А на строительстве домов, которые сейчас строятся? Дома сейчас в основном все в коме строят, в Сархангельске. Серьезно, да? Да. Очень жаль. Хорошо, Василий, приеду обязательно. Например, вот еще котельные сейчас сократили, работников своих. Перешли на солярные печки. Ну, потому что предприятие ищет механизмы с тем, чтобы снизить тарифы для населения. Понимаете, в чем суть? Почему? ЖКУ за тепло тоже немалые деньги берет. Деньги берет немалые. Вот чтобы брать... Те же организации сами же еще больше платят. Василий, чтобы брать денег поменьше, находят новые формы, как оказывать те же услуги, но гораздо меньшей стоимостью. Я приеду к вам обязательно. Спасибо большое. Василий. Спасибо. Заманили, пригласили. У нас есть еще один телефонный звонок. Вот такая активность сегодня от жителей Ненецкого округа. Это очень приятно. А мы принимаем завершающий на сегодня телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Проживаю я в деревне Лабужское. Очень приятно. У меня такой вопрос. Я бы хотела узнать, когда будет по деревням проведен газ? Очень долго ждем. Спасибо. Хороший вопрос, если честно, вы задаете, Валентин. Значит, на сегодняшний день у нас подписано соглашение с Газпромом. Подписана... Есть общая схема газификации. И сегодня смотрим по финансовым возможностям Газпрома, и по финансовым возможностям нашим, и по финансовым возможностям населения. Готово ли население по тем ценам, которые в итоге получается, за этот газ платить? И кто должен компенсировать эту разницу? Вот эту работу мы... Как только мы эту работу завершим, мы доведем все эти цифры до населения, дальше вы будете принимать решение. Если вы готовы к этому, то, значит, мы будем дальше двигаться, потому что на сегодняшний день это миллиарды рублей. Вот в чем суть. И в любом случае за подключение населению придется платить. Поэтому это не бесплатное удовольствие, к моему большому сожалению. Поэтому мы так на финишной прямой уже находимся, как только все эти расчеты, мы их официально публикуем, и дальше население будет принимать решение. Потому что в прошлом году, вот в этом году зимой списки собирали, что, мол, вот газ будет проведен, кто там согласен, не согласен. Люди подписывались. Валентина, все правильно. Собирали списки с тем, чтобы все детально просчитать. Потому что, ну, я еще раз подчеркиваю, проект по инвестициям плюс-минус порядка 2 миллиардов рублей, порядка 2 миллиардов рублей на, если не ошибаюсь, порядка 500 дворов у нас там в два этапа проходит. Поэтому уточнялись, актуализировались списки совершенно осознанно. Спасибо большое вам, Валентина, за звонок. Игорь Викторович, как мы уже сказали вначале, не одна прямая линия у нас уже с вами прошла. А можно какую-то статистику по решению вопросов, которые поступали в ходе этой прямой линии? Работа проводится? Ну, было бы странно, если бы работа не проводилась. Безусловно, ни один вопрос, который четкий вопрос, не остается без решения, если это в рамках тех возможностей, которые сегодня у нас есть. Там по прошлой линии, по прошлой прямой линии там было очень много частных вопросов. Часть из них решена, часть находится в поработке. Но вот по освещению там очень интересная ситуация. Там жительница обращалась, вот ей пришлось потратить свои деньги на освещение. Ну, есть у меня вопросы к чиновникам, городским чиновникам, есть вопросы к тем организациям, которые сегодня там есть. Это и чистый город, и тому подобное. Но по большей части с прошлой линии вопросы, конечно же, решены. Вы знаете, самое важное даже другое. То, что вот мы сейчас с вами в прямом эфире общаемся, люди звонят, задают вопросы, то, что их волнует, и нас сейчас слушают и мои подчинённые. И я им благодарен за то, что они откладывают в сторону все дела и тоже постоянно получают обратную связь. Это помогает ускорить работу. Поэтому я хотел бы, конечно, поблагодарить наших жителей за активное участие, поблагодарить коллектив нашей телерадиокомпании, Мария, вас, потому что только вместе мы что-то можем изменить. По-другому ничего не получится. Если мы будем сидеть на диване и говорить, что всё вокруг плохо, у нас никогда не будет хорошо. Мы должны встать и начать заниматься делом. Понимаете, это как... Вот у нас сейчас очень сильно... Я благодарен ребятам, развито волонтёрское движение. У нас проводятся субботники, проводятся мероприятия по очистке леса. Департамент Олега Нуфричу проводил чистый лес, красивый лес. Это здорово. Вот если мы сами не начнём его убирать, он чище не станет. Если мы будем только ездить, там хлам оставлять постоянный. И кричать о том, что всё грязно. И кричать о том, что всё плохо. Да ничего не плохо, всё в наших руках. Нужно просто встать и реально делать. Безусловно, один из главных приоритетов на сегодняшний день – это даже не финансы. Разберёмся мы с финансами, понимаете, и с нефтью мы разберёмся, и с чиновниками мы разберёмся, и с нашими организациями, и с чиновничьим футболом, и, знаете, как, наградим непричастных, накажем невиновных, ну и так далее и тому подобное. Важно не это. Сегодня главная наша задача – это тот рынок труда, который есть в округе, чтобы он был занят жителями округа. Мы должны создать равные возможности. Вот глобальная наша задача – создать равные возможности работодателям. Понимаете, у нас уникальная вещь. У нас и бизнес, и федералы не должны конкурировать заработников с бюджетной сферой, понимаете? У нас должны быть примерно одинаковые условия и для труда, и условия по оплате, чтобы не было этой дикой конкуренции, чтобы не было конкуренции частного бизнеса с бюджетом. У нас вот эти перекосы просто очень сильные. Дальше. Наши местные кадры. Не просто ставлю задачу нашему департаменту. Наши ПТУ, наш колледж, наш техникум должны готовить тех ребят, которые смогут дальше у нас же в округе работать. Вот сегодня там в ПТУ проходит посвящение молодые рабочие первокурсники. Здорово. У ребят праздник. Самое важное, и мы договорились с Башнефтью, Башнефтьполюс у нас компания работает. Вот этот курс они будут курировать. Это, значит, вы знаете, будут готовить ребят умению вождения трикола. Дополнительная компетенция, уже конкуренция на рынке труда. Сейчас на подходе сварочные аппараты мы будем готовить своих сварщиков. Возможно, что вот эти ребята завтра будут иметь рабочие места в тундре. Вот же плюс. У нас на сегодняшний день получается порядка 7 тысяч рабочих, постоянных рабочих мест в тундре. Из них наших жителей практически нет. Мы хотя бы 2 тысячи должны там рабочих мест получить, понимаете? Тогда у нас не будет вот этой проблемы с безработицей. Давайте мы вспомним, вот звонили, значит, Варуа Григорьевна говорила, вот раньше, раньше, раньше. Так раньше весь посёлок искателей работал в тундре, за исключением жён тех, кто работал в тундре. Весь посёлок искателей. А жёны работали на социальной инфраструктуре. Все мужики, практически все мужики работали в тундре. Сегодня такого нет. У нас сегодня получается, весь практически округ сидит исключительно на бюджете. Не должно быть этого. Безусловно, очень важна личная инициатива. Гораздо приятнее и правильнее, если люди будут зарабатывать деньги, а не просто их получать. И наша задача – стимулировать вот эти заработки. Вот сегодня буквально на администрации рассмотрели вопрос. Вот в ноябре мы завершим полностью создание инфраструктуры для молодого бизнеса. У нас есть фонд, есть лизниковая компания, будет бизнес-инкубатор. Всё это будет в одном месте. Пожалуйста, занимайся своим делом. Бери, получай грант. Не хочешь получать грант, просто бери бизнес-идею, тебе помогут её просчитать. Давайте заниматься. Но при условии, как только мы исключим конкуренцию государства с бизнесом, тогда вопросов не будет. На сегодняшний день нам, по большому счёту, не важно, кто оказывает услугу населению. Либо это государство, либо бизнес. Важно, кто её финансирует. Государство – это первое. И важно второе, чтобы эта услуга была оказана одинаково качественно, что бизнесом, что государством. Мы говорим о том, что мы готовы часть социального бюджета отдать малому бизнесу, отдать некоммерческим организациям, потому что там люди более активные. Поэтому, коллеги, наша задача – стимулировать людей, стимулировать к появлению инициативы, к заработкам. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос социального кодекса, где у нас будут прописаны и упорядочены меры социальной поддержки. Наша задача – сделать их прозрачными и понятными, и вернуться вот к тому, о чём мы говорили в самом начале. Они должны быть адресными и действительно тем, кому необходимы. Работа предстоит и продолжается очень большая. Нам сегодня непросто, нам сегодня сложно. Но я уверен, что только вместе мы сможем сделать шаг вперёд и выйти из этого кризисного, скажем так, явления в нашей экономике. Мы сможем выйти обновлёнными, более сильными. И самая главная наша задача – уйти от стопроцентной зависимости на нефть. Именно поэтому мы сегодня вкладываем средства в развитие наших предприятий. Я уже говорил – морпорт, авиатряд, домостроительный комбинат, агропромышленные компании и так далее. Целиком, полностью поддерживаю ваше мнение, как бы это пафосно ни звучало. Я вас благодарю, Игорь Викторович, за участие в «Прямой линии». Вопросов сегодня поступило достаточно много, достаточно серьёзные они были. И что приятно, они кардинально отличаются от тех, которые поступали в предыдущие разы. Работа предстоит совместная. Спасибо вам большое. И жду ещё раз в гости. Мария, спасибо. Спасибо нашим уважаемым радиослушателям, активным, неравнодушным. И, конечно же, спасибо коллективу телерадиокомпании. Ребята, вы молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа.